Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Аминь. Матфея 16 глава, 18-19 стих. И я говорю тебе, ты, Петр, и на семь камней я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Толкование блаженного Хефилакта. В воздаяние Господь назначает Петру великую награду, на нем создать церковь. Петр исповедал его Сыном Божиим. Сие это исповедание, которое ты исповедал, говорит он Петру, и будет основанием верующих. Почему всякий, намеревающийся устроить здание веры, должен положить в основание это исповедание? И мы, если совершаем много добрых дел, но не имея в основаниях правого исповедания, не впрок созидаем. Врата адово суть являвшиеся по временам гонители, которые по лещениям не сводили христиан в ад. Еретики также суть врата, ведущей в ад. Но церковь многих гонителей и многих еретиков преодолела. Также и каждый из нас есть церковь и дом Божий. Потому, если мы утверждены на исповедании Христовым, врата адовы, то есть грехи, не одолеют нас. Под ключами разумею прощение, разрешающее или запрещающее связывающее грехи. Так как те, которые, подобно Петру, удостоились епископской благодати, имеют власть прощать и вязать. Хотя одному Петру сказано «дам тебе», но дано всем апостолам. Когда? Когда Господь сказал им, что разрешишь на земле, то будет разрешено. Да и самое выражение «дам» означает будущее время, то есть после воскресения. «Небесами называются и добродетели, а ключами их труды. Ибо при помощи трудов, как бы при помощи некоторых отверзающих ключей, мы входим в каждого добродетель. Если же я не делаю, а только знаю доброе, то имею только ключ знания, а остаюсь вне. Связан же на небесах, то есть добродетелях, тот, кто не ходит в них, ибо подвязающийся разрешен к добродетелю. Посему нам не должны грешить, чтобы не связали нас узы собственных грехов». Это выражение о Петре стало преобладающим над всем в учении католиков. Примат Папса, его главенство, над всеми епископами, он епископ, над всеми апостолами, он апостол, заместитель Бога, наместник Христа, и каких только званий нет, векарь и небо, там считаешь, поллиста только звания. Гордость Папсов, больше никак не назовешь. Вот это претензии на руководство, это чисто политическая фигура сделалась. Но ничего здесь этого не видно, нигде. Тем более, когда церковь была гонимая, апостолов преследовали. Какое руководство, какое запрещение, от каких интердикты могут быть? А тут и индульгенции пойдут, они имеют право прощать грехи, могут не прощать, казнить, инквизиции, чего только нет. И все на этих словах. Вот когда думаешь так, думаешь, что как-то по-другому было сказано. Но почему у других-то это никак не выражается? Веруют же люди, даже не исторические церкви, но никто не претендует на главенство. Может быть, потому что их мало? Бог его знает. Ну и главное, это исповедание Петра, что он как назвал Христа, кто он есть. Вот это ответ всем религиям. С кем ты встречаешься, приводи эту фразу. Если не так, значит ничего и нет. А вот добрые дела будем делать, раздадим. Мне говорили мусульмане, ну неужели нас Аллах отвергнет-то? Ну в первую очередь, по описанию, какой Бог в Библии, какой Аллах в Коране, это совершенно разное. Это только название как будто бы общее. Это очень хорошо видно из священного писания. Но речь идет о том, что никто ни над кем не поставлен руководить. Руководить свобода совести. Совесть. Совесть дает развитие человеку как индивидууму, отличающимся от других. Талант его должен проявляться во свете Библии. Он легко разбирается, добро это или зло. Что означает любить Бога и ближнего? Две простые заповеди, включающие в себя всю жизнь, целые эпохи, да и всю историю человечества. И здесь вдруг становится препятствием всему этому избрание одного диктатора, Тиара Папы. Непогрешимая греховность, как называет Тючев Федор Иванович. Гус на костре. Что они делали? Эти стихи говорят об исповедании. Вот и все. В беседе с католиками просто это надо подчеркнуть. Дальше. Матфея 16 глава 20 стих. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы никому не сказывали, что Он есть Иисус Христос. Толкование. Христу угодно было до Христа скрывать свою славу. Потому что если бы люди услышали прежде страдания, что Он Бог, а потом увидели Его страждущим, то как бы было бы им не соблазниться. Посему-то Он скрывает Себя от многих, дабы после воскресения без соблазна познали Его, при свидетельстве Духа посредством чудодействия. Ну вот это касалось эти слова только до воскресения Христа. Сегодня эти слова Христа, они уже не имеют того значения, которое было тогда. Одно дело, когда признавали Его за пророка, видели гонимый, преследуемый, убитый пророк. Ну это понятно. А то Бог. Тут непонятно было. Почему Он скрывался до времени, запрещал говорить. А относилось это к апостолам? Никому больше это не относилось. Никак. Потому что никого не распинали, никто себя за Бога не выдавал, соблазна не могло быть. А то давай подражать Христу, об этом говорить. Почему Павел не подражал? Я более всех их потрудился и перечисляю. Боли в трудах, боли в гонениях. Он не боится это? Да как же он выпящивает так себя? А Христос говорил, никому не говорите. Это Христос говорил до распятия. Вот. Просто на этом надо остановиться. А как доказать? Доказать еще не надо. Ради того, чтобы потом, видя Его распинаемого, они не засомневались и не отошли, не похулили Бога. Это очень четко и ясно говорит Иоанн Златоуст. Вот мне, я прочитал это толкование, прочитал его 50 лет назад. И оно намертво засело во мне, что до тех моментов Христа, они неподражаемы. И говорится именно вот об этом. Другим я это передаю, считаю, я совершенно никак не реагирую. Никак. Почему? Ему не дано, ему закрыто. Это приходит не сразу. Я разговариваю как с человеком. Там Златоуст говорит, ты гнев свой направляешь на человека. А он не сам. У него другой руководитель. Там вот иногда ребятишки сзади друг к другу подставляют. Вот посмотрите, какие, так сказать, рогаи-то. Так вот, ты направь гнев на дьявола. Вот и все. И дьявол незапечатанный так, как нам бы хотелось, соблазняет. Но соблазняет не означает, что он заставляет. Он только маящит. Можете, не так, Бог сказал, не так, понимаете, Библия, надо вот так. Это все оттуда из рая идет. Матфея, 16 глава, 21 стих. С того времени Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин, и перед священников, и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть. Толкование. Предсказывает ученикам о своем страдании. Дабы, когда неожиданно наступит время страдания, они не соблазнились, думая, что он пострадал невольно и не зная о том прежде. Еще нету здесь дальше. Заранее предупредил, и когда это случилось, припоминайте, я уже это вам говорил. Матфея, 16 глава, 22-23 стих. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, «Будь милостив к себе, Господи, да не будет это с тобою». Он же, обратившись, сказал Петру, «Отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Толкование. То, что было открыто Петру, он исповедал правильно, а в том, что не открыто, погрешил. Из этого мы должны понять, что без Бога он не изрек бы той великой истины. Сатаной называется противник. Называть же Петра всеми именем, потому что и сатане не хотелось, чтобы Христос пострадал. Ну вот если католики берут за основание те слова Петра, кому просишь, проститься, простите, то после этого избрания, всех позиций рассматривать, трактовки, почему они дальше не повторяют, что Петр назвал сатаной? Если к папе эти все слова относите, то не забывайте, что дальше столетия он сатана будет, самый настоящий. Убивать и прочее. Даже с Гитлером нельзя сравнить. Гитлер так не преследовал. Совершенно никакого отношения не имели к тому, что против Бога или что-то говорили. А так вот по самодурству, как Иван Грозный, казнил людей. Он сатана названный. Ничего особенного. Не то, говорят, нельзя сказать, можно. Делать сатаны делают. Так он же хотел как лучше. Ну и Моисей хотел как лучше, да не вошел в обетованную землю. Лучше не означает, что это послушать. Главное для Бога это послушание. Чтобы мы расписались полностью в своей некомпетентности, невозможности что-то изменить, и тогда доверяем Богу. Выведи, Господи, как тебе надо. Вот Григорий Чудотворца, она же там захватили воина в одном селении. Ну и воины идут. Сейчас будет обыск везде, но не под кроватью прятаться-то. Он своему диакону говорит, поднимаемся рядом, холм, вершина, и станем там. Ну а кто-то-то видел, как пошли. Доложили, срочно послали туда ОМОН для захвата. Они зашли на гору, постояли, посмотрели, ну голая вершина, ничего нету. Холм, это не гора Эверест. Вернулись и говорят, там никого нету, и на другую сторону, видать, там даже кустарника нету. А что, да наверху только два дерева стоят, оба засохшие, так сучки торчат. А они рядом стояли с ними, подняли руки и молились. И стояли, молча молились. Они вплотную подошли к ним, там смотрел, да смотрел, там ничего нет. Это пустое место. Тут ни нор нету, ни пещер. Вернулись, доложили, ничего нет. Оказывается, ничего не надо. Надо только простираться перед Богом, и Бог делает так, что им закрывает глаза. Даже их он видел, они их видели. Но они видели деревья. Вижу людей, проходящих, как деревья. Вот вспоминай это все. Ты приложи к себе это. Да, действительно, сатана, это тогда, через нас действует, когда мы противоречим Слову Божию, что Бог сказал. Противники Библии, это все от сатаны. А ведь сколько лет преследовали перевозчика в Библии. В Греции даже перевозчика убили. И патриарх там от них пострадал. То есть это во всех народах. У мусульман это арабский язык, только он будет петь, и в это время петь. Пение это необычное такое. У нас тоже необычное. Мы с чем отличаемся-то от них? У нас выходит, епископы начинают. Мусульмане слышат нас и скажут, как у нас, так же поют. А никто ничего не понимает. Что петь? Все, петь, петь, плакать надо учиться, а не петь. Чего петь-то, когда тризна в стране? Люди Бога не знают. Отсюда и милиция, и все продажное. Все. Только и пишут там оборотни, и врачи оборотни, и милиция в армии распродают имущество. И кого только не находят. Причина одна, не верим в Бога. И вплоть до президента. Все поступают не по Евангелию. Не советуются с Евангелем. Советники у президента. А когда он искал таких советников, чтобы они ему передавали волю Божию? Вот показывает, когда фильм Соломея. У царя Ирода и то был там священник, как-то Еремей, или кто называет он его. Он был его, терпел, как юродиво. И он ему говорит, что говорит Бог. Тебя проклинать будут. Зачем Киану Крестителю прикасаешься? Не трожь его. И он был при дворе, и царица не могла ничего с ним сделать. Но это не у каждого такие советники. Иные оставляют таких советников, как у Раваама. Молодые, неопытные. Ну и погубили царство израильское. Дальше. Матфея 16, глава 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крест свой и следуй за Мною». Толкование. Идет же за Иисусом не только тот, кто исповедует Его Сыном Божиим, но и проходит путем всех бедствий и переносит их. Не иметь никакого попечения теле и житейских потребностей вообще, но презирать самого себя. И так всякому нужно оставить любовь к телу, чтобы взять крест, то есть возлюбить смерть и ревностно искать смерти, и притом позорной. Каковой бы и была смерть крестная у древних. Распинаются на кресте многие разбойники и воры, но они не ученики мои. Потому пусть последует мне, то есть покажет и всякую другую добродетель. Отвергается же самого себя тот, кто вчера был невоздержан, а ныне стал воздержан. Каков был, Павел, отвергшийся себя? Ну вот видите, как умереть, ревностно ищет смерти. Недавно у меня один из моих друзей, в Мейл.ру, Дмитрий его звать, он парализованный лежит. И гляжу, у него он иконы рисует, совершенно недвижимый. И он только, мы переписывались, он говорит, я вижу у вас желание, большое желание умереть за Христа, не просто быть свидетелем, там исповедника, меня арестовали, подержали. Видите как. Но я об этом не раз говорил, но он-то не знает. Об этом Данил Сысоев говорил. Быть умущенным за Христа, минуем и царство. Сразу царство Христово ангела отнесут. Он это понял, потому что только получает. Получает мизерно. Вот лежит, больной, ну совершенно недвижимый, ему не позавидуешь уже. А у него прозрительность, он видит дальше наличного для других. Я говорю, откуда ты это узнал-то? Вот так, видать, с каким напором, с какой энергией все делаете, сколько в этом у вас силы, задора. Он все это понимает где-то. А другой рядом стоящий ничего не понимает, ищет в этом корысть. А вы вот для того-то, что-то кому-то относится, ко мне не относится. Меня Бог обезопасил. У меня была вторая статья, 157-я гражданская статья. Там приобретение средств, я распространял пленки. Коммерция в советское это время, в 86-м году арестовали. Ну и во время, когда еще шло следствие, следователь пришел, курьер Владимир Кузьминович пришел и ответил, статья закрыта. Первый раз вижу, говорит, когда судят священнослужителей, то продавали иконки, то книжки, то что-то такое, и по этой статье их судят, добавок к другим-то. А у меня все обыскали, 32 свидетеля по разным республикам, нигде ни копейки. Мне привозят чистую пленку, 375 метров, звучание 6 часов 20 минут, а я ее записываю и им возвращаю. Насчистую, записываю. И это бесплатно. Бесплатно. То есть уже тогда, на сегодняшние деньги, я ворочал миллионами. Потому что только один экземпляр, вот таких пленок, у меня было 200. 200. Там 64 златоуст, 64, 40, это жития святых, 11 Библия, 11 на 6 часов 20 минут. То есть я знаю такие цифры, которых никто не знает. Почему? Они не насчитывали, не знают. Библию, чтобы прослушать, полностью от корки до корки, внимательно, и при том, не торопясь, вот вначале было слово. И слово было у Бога. И слово было Бог. Сколько надо считать? Никто не знает. Но я тебе скажу, 89 часов 40 минут. Ну 90. 90 это по одному часу считать, 3 месяца, и Библия просчитана. Выходит за год 4 раза Библию от корки до корки, 77 книг. Это совершенно реально. Но один час, ну, прочитал ты 20 минут утром-то, и вечером 20, и днем выбери 20 минут где-то. Все, час набрался. А это за жизнь не могут Библию просчитать ни разу. Ну вот я доказываю. А когда я эти цифры не выложу, что именно 90 часов, а 90 часов, 90 дней, это 3 месяца, а тут легко понять. А 3 месяца, это 3 раза 4, 12. Тут арифметика, это для первокласски. Но не зная, сколько звучит Библия, ты не скажешь, сколько. Так, 6 утра, 18, 20. Примерно 21-22 часа Новый Завет. Все. Весь Новый Завет. Весь. С откровением. 21-22 часа, это в течение каждого месяца ты можешь свободно, по 40 минут, если в день, Новый Завет прослушивать. Но этого нет. Некоторые даже за всю жизнь не прочитали. Еще это спрашивать. Матфея 16, глава 25 стих. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее. Толкование блаженного феофилакта. Призывает нас к подвигу мученичества. Кто отрицается Христа, тот приобретает душу для настоящей жизни. То есть спасает. Но он погубит ее впоследствии. А кто теперь погубит ее, но ради Христа, кто претерпит мучения ради его, тот обрящет ее в нетлении и жизни вечной. Ну и все тут. Она не щелкнула. Я прошу, что болейка, сейчас толковать не надо. Да, ну еще дальше. Не щелкнул он у вас. Ну, не умею. Матфея 16, глава 26-27 стих. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп дашь человек за душу свою? Ибо приедет сын человеческий во славе отца своего, с ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его. Толкование. Положим, говорит, что ты приобрел весь мир, что пользуя благодействие телесным, когда худо состояние душевное. Здесь можно плакать, воздыхать, творить милостыню, там нельзя. Один как-то говорил, вот, одни будут мучиться, другие страдать, но за Христа пострадать только в этой жизни. Поэтому то, что только в этой жизни, а там этого не будет, надо рассмотреть и выполнить. То есть стремиться к этому. Не боясь, что тебя поносят, с работы выгоняют, твои дипломы никому не нужны, а пострадание такое будет гнать, самые близкие злословить, за Христа. Обратите все, я терплю ради Христа. Я мог бы за себя постоять, но я не делаю этого, потому что Господь руки мне связал и сказал, только голову поворачивать разрешил, одну щеку, вторую. Матфея 16, глава 28 стих. Истинно говорю вам, есть некоторые стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого, грядущего в царстве своем, толкованием. А вместе показывают, в какой славе будут пострадавшие за него. Ибо каким светом просияло во время преображения его плоть, подобным всему просветятся и праведники. Некоторые здесь стоящих не умрут, да то ли пока увидят его преображение. Речь шла о преображении. Больше ни о чем. И как его уже увидят. А какое он был преображение, собственно преображение, никакой не праздник, это так потом надумали уже. Оно ничего нам не принесло. Оно дало только апостолам подтверждение, что он необычный. И что Отец Небесный называет его сыном. В нем его благоволение, его слушать, и как при крещении было. Дальше. Матфея 17 глава, 1 стих. По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую от них. Толкование. Почему владыка Христос не взял на гору всех своих двенадцать учеников, а только Петра, Иакова и Иоанна? Потому что Иуда не был достоин своими предательскими мечами видеть славу преображения Христова. Не могут сказать некоторые. Если поэтому так поступил, то почему Иуду одного не оставил внизу и не взял с собой прочих? Но мы не умнее и не премудрее Христа. Если бы одного Иуда он оставил внизу, а против взял, то могли бы некоторые сказать, что это и оскорбило Иуду. Потому что он и продал Господа своего. А дабы никто из подобных людей, ни мы не могли ничего сказать, он оставил Иуду с прочими восьми учениками, чтобы трех прославить видением, а остальных сделать блаженными через веру слышанному. Как говорит Господь, блаженны не видевшие и уверовавшие. А кроме того, троих он взял для того, чтобы исполнилось слово. Устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Матфей 18 глава 16 стих и второзаконность 17 глава 6 стих. Три были Петр, Яков и Иоанн, а два Моисей и Илья. Непоколебимые столпы закона. Матфей не противоречит сказанию Луки, что после тех происшествий до преображения прошло около восьми дней. Лука считает первый день и последний, в который он зашел на гору, а Матфей только средний между ними. Христос взял Петра, потому что Петр очень любил его, Иоанна, потому что сам любил его, а Яков, потому что он, как и Иоанн, был ревнитель. Ревность же его вина из того, что он хотел пить чашу, и из того, что Ирод убил Якова мечом в выгождении иудеям. Все. Если бы взял других, такое же было бы объяснение. В проповеди это никак не употребишь. Взял да и взял. Кого взял? Апостол. Вот это самое главное. А вот эти тонкости, вот поэтому, поэтому, может быть ошибочно, может вовсе не поэтому. А то мы за Господа уже решаем. И иногда видишь, человек дружит с кем-то, а тот совсем другого поля. Вот бывает последняя магиканша у Чехова. Хорошо описывает. Писарь, он дружит, с писарем дружит, да он писарь пискнуть не должен. Приходит. Так и здесь. Какая причина? Его святая воля. Он предпочтение кому-то отдает. А у Бога все одинаково, одинаково любят. Ошибаетесь. Иоанн, он написан ученик, которого любил. Легко можно поставить, что и остальных любил, но его любил как-то иначе. То есть, может быть, больше, как Иосиф Вениамину подкладывал за столом не одну порцию. Вот и все. Эти мелочи для того, чтобы только знать, что святые отцы трудились в толковании Священного Писания. Но употребить это в дело, на поле сражения, в беседе с недругами, я никогда не посмел, хотя это знал, да и ни к чему это. Вышел, вышел. Почему один Иуда не остался, другой до конца можно. Почему не пятерых взял? При двух или трех свидетелях всякое слово есть. Вот какая причина, главное-то. Что это были свидетели, они за свидетельствами говорили. Ну один, в основном, не трое. Галлюцинация у всех была. Матфея 17, глава 2 стих. И преобразился перед ними, и посияло лице его, как солнце. Одежды же его сделали белыми, как свет. Толкование. Возводит их на высокую гору, дабы показать, что тот, кто не возвысится над земным, недостоин также божественных созерцаний. Возводит одних, потому что он имел обыкновение славнейшие чудеса совершать в тайне, дабы в виде его большинства не подумали, что он человек только по привидению. Когда же слышишь о его преображении, не думай, что он слагал в себя тело. Оно оставалось в своем виде, так как ты слышишь и о лице его, и об одежде. Он только сделался светлее, когда в днем несколько, сколько возможно было видеть, просияло божество. Почему он и назвал прежде преображение Царством Божиим? 16.28. Так как через неизреченное просветление лица Иисусова, оно показало неизреченную власть его и явило, что он есть истинный Сын Отца и представило славу его второго пришествия. употреблять это, я говорю, как проповедник проповеди, никогда не приходилось. Это воля его святая, на все нужно так и смотреть. Кого избрал, кого приблизил, перед кем преобразился. Но для еретиков и неверующих и наверных это повод Христа считать одним из воплощений, как говорят, эманаций, что как, Будда, Кришна перечисляет всех. Это вот одно из проявлений. Конечно нет. Никакого-то отношения к этому не имеет. Он Сын Божий. И он был явлен. А были такие, которые преображались? Были. И были неоднократно. Разные Аполлонии там перечисляют, Афинские, где с кем это было. Это тоже могло быть обольщением. Да, могло быть. Но в данном случае мы считаем и Евангелие. Но это написать можно все. Вот в этом и отличие. Я верю, а ты не веришь. Евангелие это благая весть. Проповедники есть во всяких религиях. А благовестников и миссионеры есть везде. А благовестники только в христианстве. Там, где благая весть, что Сын Божий, воплотившийся Бог, умер за грехи людей. Возмездие за грех и смерть исполнилась. А после воскресения мы видим дар Божий жизнь вечного Христа Иисусе. Матфея 17, глава 30 стих. И вот явились им Моисей и Илья, с ним беседующие. Толкование. О чем беседовали? О бесходе. Как говорит Лука 9, 31. Распятие. Для чего явились Моисей и Илья? Да, он показать, что он есть Господь законный и пророков, живых и мертвых. Ибо Илья был пророк и никогда не умирал. А Моисей был законный надавец и умер. Воскрес, Моисей, и для того, чтобы, видя Господа, во гробе, ты не сомневался в том, что он восстанет, прежде многих родов умерший, сгнивший и обратившийся в прах. Он воскрешен, дабы ты веровал, что воскресивший многолетнего мертвеца тем паче может воскреснуть сам в третий день. А кроме того, явился Моисей и для того, чтобы показать, что Христос не противник закона и не враг Божий. Ибо иначе Моисей не стал бы говорить противника своих дел, и Илья, ревнитель, не явился бы врагу Божию. Сделано было это и для того, чтобы уничтожить сомнение тех, которые считали его Ильею или одним из пророков. Но почему ученики узнали, что явившиеся были Моисей и Илья? Конечно, не по существовавшим их изображениям, ибо дело человеческие изображения тогда считалось беззаконным. Кажется, их узнали из того, что они говорили. Моисей, быть может, говорил, ты тот, которого страдания я изобразил с закланием ангста и совершением Пасхии. А Илья ты тот, воскресенье которого я преобразил в воскресенье сына вдовицы и тому подобное. Являя же их ученикам, Господь научал последних быть подражательным первых, быть кроткими и общительными, подобно Моисею, ревностными и непреклонными, когда нужно, подобно Илье, и также готовыми терпеть самые опасности за истину, как тот и другой. То есть разговаривали об исходе. Меня интересует этот вопрос. То есть ученики слышали, говорили об исходе, о казни, о распятии Иисуса Христа, о поношении, о Голгофе, о кресте. А почему говорили об этом? Эта тема была меньше всего раскрыта в Ветхом Завете. Ни Моисея, ни Илья этого не знали. И, видимо, они, я так догадываюсь, думаю, вопрошали Христа, а как это будет? Вот он, паще человеческого лихо обезображен. Грехи мира были на нем, рано мы его исцелились. Это как тебя убьют, рано нанесут, а как же кость не закрушится? Ну так, пика поройдет мимо, реберы, все, и кости не перешибут, голени не перебили. То есть они его расспрашивали, не понимали, вот самый этот момент смерти. Я не достоин развязать ремень и обувь, а обувь, это кожа мертвого животного, это очень сильное толкование. То есть не понимал Иоанн Креситель смерти Христа, как он Бог и будет умершлен. Как это возможно? Как родиться? Тут уже как-то поняли, смирились от Духа Святого. Понятно. А как смерть будет? И они об этом беседовали. Никак по-другому нельзя было. Значит, задавать вопросы, беседовать на пользу другим, это хорошее дело. Матфея 17, глава 4 стих. При всем Петр сказал, Иисусу, Господи, хорошо нам здесь быть, если хочешь, сделаем здесь трекущий, тебе одну, и Моисея одну, и одну Ильи. Толкование. Петр, по великой любви к Иисусу, не желая, чтобы он пострадал, говорит, хорошо нам здесь быть, не ходить и не передаваться на смерть. Если бы кто и пришел сюда, у нас есть помощники, Моисей и Илья. Моисей одолел гептян, а Илья огонь свел с неба. Такими покажут себя они, когда придут сюда и наши враги. Так говорил он от великого страха, сам не зная, по замечанию Луки, что говорит. Необычайность видения так поразила его, что он сам не понимал надлежащим образом своих слов. Желая Иисусу остаться на горе и не уходить, и не страдать за нас, впрочем, бояться показаться своенравным, он говорит, если хочешь. Боясь показаться своенравным, он говорит, если хочешь. память до каких пор засчитали. Тут вопрос стоит так. Ученики предлагали Господу остаться на сколько на горе? Навсегда? Вот я нахожу. Так что это первая попытка создать монастырь. Монастырек маленький. Народ, да только делов-то. Учить надо их. А зачем учить? Сделаем кучу. Стена, мандра будет, архимандрита изберем, сохранителя этой стены. Так и будет. Но Господь эту попытку пресек. Попытка с Савой во главе создать монастырь Петра, первый настоятель монастыря, кончилась полным крахом. Господь не принял, а указал на то, что там внизу бушующая толпа, и туда надо идти. Поэтому монашество в свою защиту из Библии не может привести ни одного слова, а то, что они приводят, все против них. Идите по всему миру, это никогда не перейти им. Идите, но не стойте. К Серафиму люди шли. Надо Серафим, чтобы шел. Это так вверх ногами перевернули-то. Не сказано, что ты достигнешь некой святости, научишься молиться, и к тебе люди пойдут отовсюду. Нигде пророки шли, возвещали, Илья шел, возвещал. Это выдумка. Выдумка, ну как протест против обмерщения церкви от мирской власти, когда церковь при Константине сделалась господствующей. Наконец возвели вот в оригинал. Теперь епископов стали избирать среди хороших монахов. Ну, как монахи. Епископ должен быть муж одной жены. Ну, разрешили там одному другому. Ладно, пусть не женаты будут. В конце концов, они не знали, кого запустили к себе в огород. Теперь они все подобрали своей костлявой рукой. Никого нельзя допускать женатых. То есть Петр бы сейчас не попал. Как и прочие апостолы, имеющие жен своих, Павел говорит, не попал бы. Это очень четко и ясно показано было. Ну, а как? То есть, монашество абсолютно дико антиевангельское учение. Оно, монашество, хорошее, доброе, должно быть для того, чтобы докармливать престарелых миссионеров, священников одиноких, готовить кадры для миссии. Вот их прямое назначение. Как, например, относительно мощей. Правила, такие там, соборы. Одно правило, прахты и прах возвратившися. Вот это сначала примиритесь с тем, все тексты должны примиряться. А с этим текстом ничто не примиряется. Да, кого-то Иосиф, они вынесли, ну и куда они его вынесли? Резать стали? Вынесли, потому что это их мощи, их когда-то близкий был человек, большое благодеяние сделал, но и так, и сейчас готовятся, допустим, к залитию Обскоя, моря, Красноярска, там где кладбище попадает, ну и родственникам повещают, кто желает, выкапывали, вывозили, в другом месте перезахоронение. Что они эти мощи дальше резали, поклонялись? Нет, конечно. А вот при Елисеи там коснулся и воскрес, и после этого никто не коснулся, никто не воскрес, а касались уже тысячи раз. Нет этого, ничего нет. И ссылаться на этот единичный случай, тем более, который воскрес, он умер, и что он воскрес, сказал, ничего неизвестно, но он воскрес от мощей. Теперь все мощи такие должны быть. Ну ворон носил пищу Ильи, ну что теперь, все вороны святые, ну носил пищу, но не носит больше ни разу, нигде этого нет. Это разовое было, разовое по повелению Божию. Мы в Библии находим такое, а обернуться назад нельзя, да сколько угодно оборачивается, а потом под старость возвращается, смотрите жену Лоту, смотрим, вспоминаем, но однако так вот бывает в жизни. А вот убил там Анана, а у Анана после этого еще миллионы были Ананов-то, и Бог их не убил, не убил, они живы, покаялись, и другая пошла жизнь. Любой грех. А вот Лот вышел, выпил, ну не все, которые выпили, спали с родными дочерями, но Библия это ничего не сокрыло. А вот она неплодная была, месячные прекратились, ну много ли таких, которых месячные прекратились, и они родили, и чтобы она родила пенсии, то она уже спотыкается, у нее головокружение, диабет, пятая степень ожирения. Ну и что? Вот ссылается на какие-то примеры. Пример один, повеление. Прах ты и в прах возвратишься. Я акцентирую на этом. Уже в Новом Завете, считаем, седьмая глава Деяния Апостолов, побили Степана камнями, побили и бросили его, но благоговейные мужи взяли его и похоронили. И везде. Анания, сапира, что было? Взяли и похоронили. Выходит, Петр говорит, и тебе, а если бы умер Петр, и Петра похоронили. Всегда так было. Но вот это дико шаманское поклонение, труппопоклонство, которое свирепствует православие, его сегодня не истребишь. Людям это интересно. Живых они не знают. Мертвые, я мертвый, и тут мертвый. Я объясняю это дело-то. Я без них жить не могу. Трупным ядом пропитана страна, еще с покойниками возятся. Так они святые. Ну вот святые, не мучьте их, если они святые. Изъять все мощи с достоинством, с песнопениями, с церковными кадилами, похоронить. Вот это по повелению Божьему. А нас сделают они или нет? Да нет, они меня мертвым сделают, убьют. То, что я им так говорю. Никак. А чтобы иконы сейчас перестали быть для многих идолами, кумирами, ну сделайте, как Лев Высаврянин, еретик учил. Поднимите их повыше немного-то. Повыше, чтобы лбами-то не стучали. И научили как? Вот к Евангелии, это у нас Евангелие. Все подходят к иконе и лбом. Откуда это подошло? Ну это же знак почтения. Ну хорошо, я подошел к человеку с отцом родным. Целуйся, потом лбом бы раз, его в обморок. Следующий с кем-то поцеловался, а у меня лоб крепкий. Господь говорит, лбы, говорит, каменные, а жилы-то железные, лбы медные. Вот это, к слову сказать. Ну откуда это все взято? Венчают, венчают, сзади у жениха идет друг, сзади у подружки, держат венцы над головами. Венцы голов не касаются, люди не венчаны. Ну где такое есть, чтобы венцы дали награду олимпийские или где-то наголу не надевалось. Этого нигде не было. Я спрашиваю, зачем вы делаете так? Ну а чтобы не запачкать. Так они еще у вас из шахты вылезли сразу сюда или вас акваланг сняли, мутные пришли в воде, в грязные купались, ответить не могут. Дурь одна, каждого видна. По неволе Петра Первого вспомнишь. Нигде столько дури нет, как в православной церкви. У меня один такой грамотный человек, прям все знает, писание. Ну, беседовали не раз, и он принял православие. И вот ходит, выходит, когда и говорит, вот я смотрю, вот, или эти люди не избранные Богом, ничего не знают, не интересуются, или Бог одних дураков набрал. Я говорю, Николай Нестерович, ну все мы такие, потому что Библии в руках нету. А кто чище живет, любой сектант живет лучше православного, лучше. А почему? Не потому, что у него нет того другого, а потому что у них есть Библия в руках. А раз Библия в руках у него есть, они очищены через слово. Я к примеру говорю, вот что за этим кроется. А то, кто главный, папа или кто-то, папа подомнет всех под себя. Вот с нами сейчас борются, патриархия, они не знают, что сделать это. После объединения мы к русской зарубежной церкви принадлежим. И мы признали все, что надо, акт на хроническом общении, мы признаем, у нас епископы патриархийные служат, мы у них служим, и дети прищищаются, принесли, ну показать, что мы не зазираем, иди покажи священникам. То есть у нас, мы это на практике выполняем, но им не это надо, им нужно, чтобы мы были под ними, чтобы обязательно это подтвердили. А чем? Поминайте на богослужении патриарха. А что, без моего поминания он не спасется, или что? Я его каждый день вспоминаю в молитвах. Зачем я его должен тут поминать-то? А это доказательство, что он великий господин и отец. Он мне не господин, а отцом не был, он не рожал меня. Какой он мне отец? Даже отчим так не поступает, как это. Любое заявление пишу в прокуратуру, в администрацию, ответы идут и идут. Патриархию 50 лет пишу, в епархии. За 50 лет ни одного ответа нету. И мне кажется, там никого нету, там муляж один, ушастый. Я вам хотел показать, чтобы люди знали, какое у нас сокровище. Толкование, вот мы считаем, от Блаженов Эфилакта, мы выпустили сами трехтомник Нового Завета. Вот он как выглядит. По 752 странице. Вот оно. Удивительно. И мы раскрасили 230 иллюстраций Густава Даре. Вот они здесь все. В полный лист. И 10 из классики. Показать, какое у нас сокровище для людей. Вот. сокровище наше такое. Есть у нас сайт к истине один, народу. Заведите. Сайт Игнатий Лапкин. Во свете Библии. Православный библейский сайт. А внизу православный форум Игнатия Лапкина. В него только ткнул. Один раз. Ткни. И сразу открывается форум. Вот он форум. Здесь 1440 тем. Тем. Очень и очень богатое многое. У меня еще есть Mail.ru. Мой мир Игнатий Лапкин. Mail.ru Он лучше Одноклассников, Контактов, Фейсбука, Живой журнал вместе взять и он во много раз выше их. Почему? Здесь богатой лентой идут события. Посылать можно фотографии на всех оповещать. Ну, а до этого, Гавей, год назад это вообще была супер система. Одновременно у меня 10 тысяч друзей щелчок и 10 тысяч получают фотографии послания. Ну, сейчас все это по-другому здесь сделали. Вот. Это у нас Живой журнал. Открыто тоже Живой журнал. Ну, открыт еще у нас канал в Ютубе. Вот он так и называется. Православный видеоканал. Я не знаю, видно или нет. Открытым оком. Во свете Библии. Просто Ютуб зарядите Игнатий Лапкин. Вы здесь найдете все. Допустим, здесь я даю комментарии подробно по одному ролику на выступление Невзорова Александра Глебовича. Там уроки атеизма и где он неправ показывают. Вот мои встречи с мусульманами были какие. Какие миссионерские поездки. Вот тут идет, что служат батюшки. Вот за столом они сидят. Тут могу даже показать. патриархийные секретарь епархии Барнаульско-Алтайской бывший секретарь Беляев и сегодняшний Филарет и ну и тут же другие священники а у нас 16 сентября и вот сейчас посмотрите маленько. Отец Сатим, представь гостей откуда и как звать, а то некоторые подходят спрашивают, я говорю, и они все знают. Да и я не все знают. Отца Сергия хорошо знаю. Отца Сергия, отец Филарет, секретарь. Покажи, кто в секретарь. Вот, отец секретарь Филарет. О, да, все, по-моему, все здорово. Иеромонах. Да. Ну и что? Иерей Артемий. Артемий. Я. Я. Я-то Волтайский. Ну, Волтайский служу. Отец Артемий. Волтайский служу. Волтайский служу. Отец Артемий. Отец Михайлович. Теперь я за него. Отец Покровский собор. А у нас остался. Покровского собора. Отец Анатолий. Отец Анатолий, поверните сюда, что сейчас забудете. Это памятник. Есть люди, которые срочат съемки. У нас приезжал здесь Михаил Маслий. Вот, я понимаю, Маслий, он снимал, снимает в алтаре, ну, в Патриархе. Я остановлю и говорят, допустим, я повторяю, говорю, мы еретики, они еретики, сектанты, там, проще. Но я не православное. Псевдо-православное, как Дворкин тут было. Слова-то знает, а прилепить не знает. Ну, хорошо, мы еретики. Я говорю, дайте бумагу такую. Выпишите, что мы еретики, с нами знать-то нельзя. Бумагу такую не могут дать. Ну, как это не дали? Ну, я осужденный вами. Ну, в суде бумагу дают. Даже тройка чрезвычайно НКВД выдавала. Посмертно там где-то никак не дают. Но если вы мне выдадите, теперь вторая бумага. Докажите теперь это на основании Святой Библии. Докажите. Не докажите. А я вам на основании соборов докажу, что вы уже не священники. Вы запрещенные. Вы с еретиками за столом сидите. Сейчас только были у нас в алтаре службу вели. Целуетесь. С одной чаши причащаетесь. Приехали за 150 километров из Барнеула в Потеряевку. И знаете, что мы еретики? Что вот сидит мой родной брат, протоиерей. Там 35-36 лет стажа у него. Отец Иаким. Он родной брат на 5 лет моложе. Вот они сидят. Вот бывший секретарь епархии. Вот руку показа Филарета. И вас послал. У нас служил перед этим Максим Дмитриев. Он сейчас в Липецкой области Елес город. А сейчас, это сказать, епископ Сергий. Иванников. Да с кем они молятся? С еретиками они благословляют по благословению патриарха Кирилла. Кирилла. Это они сами говорят. Они все делают для того, чтобы мы были с ними. Уже указы издают. Но мы не с ними. То есть мы православное все. Мы не можем лгать. А у них все на лжи основано. У нас на первом месте слово Божие благовестие. И стремиться всеми силами, чтобы жить общинно. Общинно. Они говорят, а ничего нету. Мы все знаем. Каждого нас ждут. Каждому на помощь бегут. Помогают. Ухаживают за парализованными. Там лежит человек, где... Они никого не знают. Мы их знаем всех. До единого. И биографии их. У меня в 15-м томе открытым оком. Это они, если по их рассуждению... Но сейчас-то за обедом они сидят у нас в Потеряевке. Лехал в Потеряевке. Ну и там тоже такие люди бывают, что как бы не хотели. А Патриарх сказал, никогда не запущается. Это история. История, в которую смотрят... Это когда против записи на видео, фотографии... И у нас приезжал Михаил Масленников. И ему это в алтаре сказал Патриарх Алексей Второй. Некоторые начинают сжаться. Да не надо, да зачем это? Патриарх сказал, не трожьте. Он снимает, снимает. Это все потомкам сгодится. Я про это и говорю. Это не художник нарисовал, что-то художник многое обрезает, упускает. А это все фиксирует. Тем более мы на плохом деле были. Еще тут за печатки. Это мы лучше уже не будем. Стареем только. Поэтому на свою фотографию мы смотрите на хорошую. На хорошую. На хорошую. Я раз приехал как-то тоже корреспондент с Патриархией. Мужчина такой представительный. Представился он. Я плохо слышу, пожалуйста. Я говорю, корреспондент с Патриархией как-то приезжал тоже. Но у нас там богослужения. А это кто, значит, в ритве? Я это в оглашенной их. Я говорю, вы когда оглашаем, выйдете. Как выйдете? Да я с Патриархом. Я говорю, с Патриархом можете стоять. А здесь нет. Я говорю, я тебе даже и говорю, исповедовать я тебе не буду. Потому что ты с Богом споришь. Бог дал образ, а ты споришь с Богом. Он вначале того огорчился. Прямо, как это? И там я с Патриархом. Ну, а потом, нечего отошел. Да. Вот, видишь, как. Даже это громко заговорил. У нас бритых. А потом приезжал один, он 10 лет, мне кажется, работал в Комсобольской правде. Макаров Сергеевич Сергеевич. А потом перстает. Ну, и батюшка, ну, блин, я говорю, мы умолимся. Как оглашение взлетит, ты иди, батюшка, да я же православный. Батюшка говорит, ты ибритый, во-первых. И нет у тебя грамоты мирной, что ты не отключен. А мы куда едем, с собой берем грамоту, заверенную секретарем, что мы не отключены. Я могу прищищаться в любом храме. У вас грамотки где-то такой? О, батюшка, вы бюрократцы какой? Ну, ладно, ради правды я сойду вниз. А потом все это посещал и наличие. Ну, понятно. Я еще раз покажу. Вот во Святи Библии самое ценное, во всем, что у нас есть, это издать как-то могут. Ну, все, но вот это никогда, повторяю, во всеуслышание, всему миру. Вот то, что здесь вот есть на сайте, 4124 моих ответы, им никогда не создать. Никогда. Это 55 папок. Папки по-разному. Допустим, вот Библия, слово бесы, Библия, богослужение, болезнь. Ну, что интересует? Ну, Библия. Я вот ткнул в нее. Библия, что она покажет? Вот так. Теперь она разворачивает. Вот теперь все, что о Библии. Вот все эти вопросы о Библии. Какие мне задавали? Я плохо слышу, и поэтому мне вопросы всегда задавали в писанном виде. Ну, вот, например, почему в Библии все так сложно? Все какие-то образы, трудности. Вопрос 685, том 2. Вот я теперь от одни вопросы идут, в него я ткну. Так, пожалуйста. Вот теперь ответ. И ответ такой. Он сказал, вам дано знать тайны Царствия Божия, а прочим в притче. Так что они видят и не видят. И слыша, не разумеют. Это для того, говорят мужи веры, чтобы меньше были виновны тех, кто слушал и не уверовал. Бог все устроил настолько сложно, что идут тысячелетия и присваивают все новые премии за научные открытия. Но они не все открывают. И следующим хватает тайн в самом маленьком, что у нас под рукой. И за это нужно прославлять Творца. Размонтируя одну голову карася и понявишься сложности комарика. Смирись с тем, что дает Госоздатель. Псалом 130, 1 стих. Господи, не надмивалось сердце мое и не возносились очи мои. И я не входил в великое для меня недосягаемое. Не смирял ли я, не успокаивал ли души моей, как дитя отнятая от груди матери. Душа моя была во мне, как дитя отнятая от груди. Вот вопрос закончен. Я показываю, какое сокровище у нас. Вот сейчас мы опять снова заходим на это. Вот теперь я узнал, где реклама душится. Опять мы находимся во свете Библии. Вот посмотрите, какой здесь труд заложен. А когда священники слышат у меня и говорят, а почему мы не можем создать такое? Я говорю, потому что вы бесталантные. Ну а то, что они рабы чужого мнения, боятся епископа, они согласны. А что они бесталантные? Да у меня красный диплом там и прочее, семинарию, академию, магистр. Я говорю, бесталантные. Талант там развивается, где свобода. Где Дух Господень, там свобода. Вы без Духа Божия. Масло-то набрали, а Духа Божия нет. Где Дух Господень, там свобода. Понимаете? Ты не свободен. Не свободен ни Осипов, ни Смирнов. Все, которые там в верхах. Они боятся одно слово, их оттуда сразу выкинут. И все. Вот как в фильме показывает Вольф Мессинг. И приняли его там, где Гитлер. Но только сказал о крахе гитлеризма. Все. 250 тысяч марок за его голову. Точно так и здесь. Уступает в Советском Союзе. Сказал не так только, что война длится будет долго. Готово дело. Голова на плахе. Я просто к примеру говорю. А свободный человек, он должен говорить все как есть. Вот смотрите. Я говорю, вы не создадите, потому что вы не свободные. Вот тема 14. Евреи. Отдельные евреи. Я взял, ткнул. Вот посмотрите сейчас как. А вот пошли вопросы. Какие большие вопросы. Большие. Прямо это мне задавали в разных университетах. Вот теперь идут вопросы. Я просто показать. Видите как. Это столько вопросов. По еврейскому вопросу. Вот я. Это одни вопросы. Какой том? Том 24. Вот. Вот. 3605. В 24 томе. Фаня еврейка. Прислала и нам письма. Она сильно нападает на ваши стихи. И как бы образец стихосложения приводит к какому-то губермана. Мы никогда про такого не слыхали. Кто он такой? Я должен вам отвечать. Дальше. Какие ваши личные наработки в отношении евреев? Имею ввиду тех, с кем приходится работать. Интересно? Ну я ткну только и покажу. Что это какое там? 3607. Запомним. Я прокрутить хочу. Вот сколько вопросов только по одной теме евреев. Но. Да никогда им не создать. 24 был там. Вот. И что это какое-то? 607 вопрос. 57? 600. 3600? 7. Ага. Вот он. Какие ваши личные наработки? Вот я в него теперь ткнул. Вот ткнул. Теперь этот вопрос снова появится, но уже с ответом. Вот с ответом. В детстве никогда с ними не встречался. Но от отца своего тихо наслышал это слово еврей не раз. Всегда это было только в смысле скряга, жадина. Зимой снега не выпрошишь. Сходит на двор. Встанет, да еще оглянется. Нельзя ли что из того выгодить, зря не бросать. Откуда у отца были такие познания об евреях, я не знаю. Но когда он о ком-то хотел сказать в этом смысле, то он всегда оглянулся за чем-то и морщил сильно нос. И произносил еврей. И даже мог сплюнуть. Знак негодности того, о ком говорил. Не об евреях конкретных, конечно, а о живущих рядом. Кто обидел его в денежном эквиваленте. Естественно, что для меня отец был высший авторитет. И я в себе сохранил это. Он с матерью ни одного класса не кончал. Отец инвалид войны был без руки. И он так. Знал ли отец лично кого из евреев? Вряд ли знал лично и близко. Когда ему было трудно, они бежали с моим старшим братом из деревни. А я тогда еще не родился. И у них не было с мамой документов. Они как бы не в семенопалатинске остановились. И мама была вроде бы прислугой у евреев. Об этих воспоминаниях родителей я делал не раз запись магнитофонную. И она может быть еще целая. Всегда у родителей брал интервью. Всегда отзывались о них очень хорошо. Мои родители по тем временам фактически были бомжами, бежавшими от раскулачивания. А им помогли паспорта выправить. И маму оставили у себя, когда она хотела уже уехать. И мама говорила всегда об этих евреях очень возвышенно. Муж еврейки был начальник, чуть ли не в милиции. В нашей деревне жил Пятышев, Вавила, Вавишка. И отец говорил, что он женился на еврейке и стал директором завода, потому что жена у него еврейка. Это всегда произносилось так многозначительно, что вроде по-другому и быть не должно, потому что жена еврейка. Это все по слуху. А когда работал на корабле, там вплотную встретился с евреем. Мы с ним сошлись сразу же. Он был недотепа, безобидный. И мне казалось, что он на меня чем-то похож. Мы задушевно беседовали. Я так и не задал ему ни одного вопроса про евреев и про него. После были встречи не столь продолжительными и только с евреями начальниками. Не знаю почему, они ко мне относились нисколько не хуже, чем я к ним. И у меня остались только добрые, теплые воспоминания о них. А некоторые досели в том же статусе. Встречался ближе уже в Одесском монастыре, где целая группа евреев пришла в православие. И были они опять же не такие, как все. Отец Андрей опекал их духовник и был шокирован их ревностью. Живьем на небо лезут, сказал как-то он мне, чуть ли не осудительно. Похоже, что главным у них был рыжебородый Петр. Огненная, большая, густая борода во всю грудь. В руках у него и у всей его дружины четки. И они во время литургии, как завороженные, только кланялись и перебирали четки. Покруче любого монаха. И причащаться хотели непременно ежедневно. Я так и ахнул. Потом пошли встречи с полукровками, в которых дух все же был на 100% еврейский. Это было в Москве писатели, в Киеве и в других городах. И ни одного плохого из них мне не встретилось. И со всеми были мы очень близких отношений. В 20-м томе открытым оком я опубликовал беседу с отцом Александром Менем, когда мы были в новой деревне. Александр Нежный приезжал и был у нас здесь на улице Ползунова 6 и подарил мне от организации благотворительное древо жизни, компьютер, на котором я и начал собирать свои архивы и книги. Один еврей Борщуков Наум Израилевич обратился в моем доме в православие и стал моим крестником и священником, порученцем даже другой республики у грузинского патриарха Ильи Второго. Отец Наум был в лагере нашим с тремя своими детьми-мальчиками. И мы были у него в гостях в Белизе. Самая неудачная, можно сказать, единственная неудачная была вот здесь. Когда одна еврейка, которой три года ничем мы не досадили, и которая была всем довольна, по зависти врага рода человеческого, разобидела смерть на какую-то брошюрку, которую я дала почитать, где не хвалили евреев. Брошюрка одного, кто-то там писал, смертно разобиделась. Это явный признак абсолютно мертвого духа в ней и, может быть, потери веры в Христа, в Бога истинного. Деяние 20.21. «Возвещай иудеям и еленам покаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа». Римлянам 1.16. «Ибо не стыжусь благовестования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену». Римлянам 2.9.10. «Скорбь и теснота всякой душе человека, делающему злое». «Во-первых, иудею, потом и елену». «Напротив, слава и честь и мир, всякому делающему доброе». «Во-первых, иудею, потом и елену». «В Колосинам 3.11». «Нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос». «Вот так. Вот я в бастию Крылова тут же поместил. Три мужика зашли в деревню ночевать». «Но я просто к тому говорю, что современным, но особенно священникам, никогда эти вопросы, вот какие я здесь даю, и не ответить, я их знаю, и не ответить по слову Божию, по святым отцам. Я всем говорю, ты хочешь быть благословенным? Да. Первое благословение Аврааму. Никогда не проклянай евреев. Никогда. Не присоединяйся к худому разговору о них. Так они вот такие. Я тебя не опровергаю, я просто тебе советую. Ну и последнее благословение – плати десятину. Вот и все. Вот покажу сейчас. Это наши тут беседы. Видишь сколько? Господь милостливый к нам. Уже все. Уже час. Час уже. Час времени записывает уже. Да ты что. Ну ладно, многовато уже. Закрывай. Продолжение следует.